Златан Ибрагимович Публика любит Ибрагимовича за его яркий и порой непредсказуемый горячий характер. Ипотажный форвард ростом в 195 сантиметров, диким нравом и опытом занятий единоборствами, наводит страх на соперников много лет. Однако не все безропотно проваливаются под натиском свирепого Ибры. Попадались и смельчаки, давшие отпор. Гол-24 представляет таких героев. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Джоуи Бартон Есть спортсмены, не наделенные богатырскими физическими данными, но с лихвой компенсируют это боевым характером. На такого человека как-то раз нарвался Ибрагимович, когда еще играл за Парис Анжермен. Парижане проводили очередной матч против Марселя, в составе которого в тот момент выступал скандально известный англичанин Бартон. Права на британца принадлежали Куинс Парк Рейнджерс, однако сезон 2012-13 Бартон отыграл во Франции. Не сказать, что тот этап карьеры получился ярким, да и вообще Джоуи никогда нельзя было назвать большим мастером. Зато Бартон брал другим. Харизмой. Особенно, когда носил усы. У него несгибаемый характер и постоянное желание конкурировать. Вот такие два непростых спортсмена схлестнулись на поле во время очередного большого матча ПСЖ и Марселя. Еще до игры несложно было предугадать, что между этими двумя может случиться конфликт. Стычка Ибрагимовича и Бартона получилась не просто яркой. Она вошла в историю как одна из самых забавных. Все началось с того, что Ибра в пылу очередного спора со всеми, кто попадается, в какой-то момент сцепился с Бартоном. Златан попытался вести себя высокомерно и даже подчеркнуто снисходительно с Джоуи. А когда тому подобное поведение не понравилось, швед назвал Бартона английской посредственностью. Джоуи решил не оставаться в долгу и задел Ибрагимовича за самое больное. Сперва выкрикнул, что у Златана большой нос, а потом этот самый нос изобразил легендарным жестом. Филипп Миксес. Очередной смельчак, которому хватило характера дать отпор Ибрагимовичу, и тут нечему удивляться. Бывший центральный защитник сборной Франции Филипп Миксес всегда считался непростым парнем. Из-за своего строптивого характера он то и дело вступал в конфликт с тренерами и коллегами по цеху. Кроме того, Миксес не всегда умел держать свой пылкий нрав в узде на футбольном поле, за что нередко приходилось расплачиваться команде. Так и в матче с Миланом, когда Ибрагимович уступал за Рассанери еще до отъезда во Францию. Филипп не совладал с характером и позволил себе излишнюю грубость. Миксес так хотел отобрать мяч у Ибры, что влетел в Златана двумя прямыми ногами кость в кость. Швед, понятное дело, не собирался спускать на тормозах грубость, которую кто-то себе позволил в отношении его величества. Ибра тут же попытался уничтожить Миксеса в своей манере. Но Филипп не был простаком и дал огромному Златану достойный отпор, начав на равных бодаться с разъяренным зверем. Недумануоха В 2018 году Ибрагимович, только залечивший тяжелую травму крестообразных связок колена, перебрался в МЛС. Разумеется, швед сходу стал лицом американской лиги, а также символом своего нового клуба Лос-Анджелес Галакси. Такое положение вещей окончательно развязало ЧСВ шведского нарцисса. И весь год, что он провел в США, Ибра вел себя в чемпионате, как вздорный самодур. Постоянно ссорился со всеми подряд на поле, раздавал соперникам лещей, выталкивал одноклубников из стенки, а порой просто унижал партнеров по команде прямо в раздевалке. Мало кто осмеливался дать отпор Златану в Америке, но один герой в этом смысле все же отличился. Им стал Недум Ануоха, защитник Реал Султ Лейк. Конфликт между ним и Златаном разгорелся во втором тайме, когда Ибра, находясь в чужой штрафной, нагло отпихнул от себя Ануоху в безобидной ситуации. Недум не стал мириться с положением жертвы и дал отпор Златану. Спортсмены горячо пободались и продолжили играть. Казалось бы, ничего особенного – дело житейское. Однако история имела продолжение после финального свистка. Ибра решил дойти до раздевалки соперника, чтобы извиниться перед Ануохой за свою выходку. Но Недум не хотел прощать шведа сходу, а попытался выпроводить того ко всем чертям. Конечно, Златан не ожидал такой наглости в отношении своей ранимой натуры, и футболисты чуть было не устроили стычку прямо в раздевалке. Конфликт удалось погасить остальным присутствующим. Однако Ануоха так и не принял извинения Ибрагимовича. «Он пришел извиниться, хотя после нашей стычки обещал побить меня. И это человек, который является лицом лиги, как он говорит про себя. Но вы видели, чем он занимается на поле? Не собираюсь принимать такие извинения. Это неприемлемо». Прокомментировал ситуацию Недум после инцидента. Эрик Баи История, которая идет в нашем видео, бонусом. Вы наверняка успели подумать, что Ибрагимович – злобный и черствый нарцисс с каменным сердцем. Это вовсе не так. Златан на самом деле любит не только себя. Оказывается, шведский спортсмен может дружить, а живым доказательством того служит защитник Эрик Баи. Добрые взаимоотношения Златана и Эрика начались, когда спортсмены пересеклись в Манчестере Юнайтед. Самое интересное в этой дружбе, что Ибра из-за симпатии к Баи позволял тому делать, казалось бы, недопустимые вещи. Так весной 2018 года весь мир облетели возмутительные кадры, как Баи позволяет себе нечто невообразимое. Эрик подкрадывается сзади к ничего не подозревающему Ибрагимовичу в раздевалке МЮ и отвешивает ему пинок под зад. После чего убегает. И что делает Ибра? Он словно школьник бежит за удирающим Эриком. И ведь это был не единственный случай, когда Баи богохульствовал. Когда Ибрагимович уходил из МЮ в 2018 году, он оставил в Инстаграме трогательное послание, в котором поблагодарил бывшую команду. Тысячи болельщиков оставили свои комментарии под постом, чтобы поблагодарить Ибру за отличный футбол. И увидели там предельно жесткую реакцию от Баи со словами «Проваливай к черту!» Трудно поверить, но даже это было доброй шуткой. И Златан не огорчился. Ромелу Лукаку Очередной скандальный инцидент с участием Ибрагимовича произошел недавно. В конце января 2021 года, когда Милан и Интер сошлись в очередном классическом дерби Италии, Златан, как и всегда, был одной из самых заметных фигур на поле. Швед постоянно притягивал к себе мяч, руководил атаками и даже успел забить гол из-под защитника Интера. Матч у Ибры удался, но в какой-то момент его азарт начал выходить из берегов. А если уж Златан начинает кипеть, то остановить его кураж не под силу никому, но главное не попадаться под горячую руку огромному шведу. Действительно, в современном футболе мало людей, кто выглядел бы столь устрашающе, как Ибрагимович. Но если бы нужно было составить подобный рейтинг, то в него точно вошел бы бельгийский нападающий Интера Ромелу Лукаку с его поистине богатырской статью. Между Златаном и Ромелу разгорелся конфликт. Лукаку дал достойный отпор шведу. Между гигантами завязалась настоящая потасовка, во время которой оба успели изрядно нахамить друг другу. Так Ибра назвал Лукаку ослом и предложил тому заняться своим вуду-дерьмом, что сразу расценили как расизм. Дальше Златан начал говорить о матери Ромелу, чем в конец разозлил бельгийца. Лукаку едва не бросился в драку. К счастью, до мордобоя дело не дошло. Но совсем сухими из воды спортсменам выйти не удалось. Их дисквалифицировали на один матч, а Ибрагимовичу может прилететь бан на 10 игр. А теперь вопрос. Друзья, кто стоял на воротах в матче, где Ибрагимович забил свой легендарный гол через себя с 25 метров? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч! Продолжение следует...